Эти вкуснейшие куличики, или как их еще называют краффины, не оставят равнодушными никого. Готовятся просто, получаются невероятно вкусны. Погнали готовить! Сначала займемся опарой. Вливаем теплое молоко, добавляем сахар, сухие дрожжи и муку. Немного перемешиваем, накрываем пленочкой и ставим в теплое место на минут 15. Теперь подготовим тесто. Вбиваем яйцо, желток, соль, сахар, ванилин. Перемешиваем до полного растворения сахара. Масса получается вот такая вспененная. Теперь добавляем цедру одного апельсина. И далее вводим нашу опару. Немного перемешиваем и постепенно вводим муку. Теперь идет вход в сливочное растопленное масло. Изначально я немного объединяю тесто с маслом в миске. Далее, конечно же, для удобства, выкладываем на смазанный маслом стол и хорошенько вымешиваем. Минут 8-10. Кладем в эту же миску, накрываем пленочкой и ставим тесто растаиваться в теплое место на минут 40. Тесто подошло, я его немного обмяла, поделила на 3 части, так как планирую печь, 3 кулича. И теперь каждый кусочек необходимо раскатать в тонкий-тонкий пласт. Смазать сливочным маслом. И посыпать изюмом. Я его, конечно же, предварительно хорошенько помыла. Теперь сворачиваем в такой тоненький рулетик. И разрезаем его вдоль. Каждый кусочек сворачиваем в улиточку. Теперь наш сформированный краффинг кладем в форму. Форма, кстати, самодельная. Видео есть у меня на канале. Получается в 100 раз дешевле магазинной. Укрываем полотенчиком и оставляем на расстойку на 40 минут. Далее выпекаем при 180 градусах также 40 минут. Получаются вот такие милые краффины. Форма потрясная. Сами видите, не развалилась, не помялась. В общем, все с ней чудесно. Ничего я внутри ее не смазывала. Они прекрасно отошли. Украшаем по желанию. Я посыпала просто сахарной пудрой. Смотрите, какие они аппетитные. Они не получаются сухими, как простые куличи. Они очень влажные и сочные внутри. Этот сливочный вкус и цитрусовый аромат это просто что-то невероятное. Субтитры создавал DimaTorzok